МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Журналист Урин ТВ, я Александр Жарков. Готовы рассказать о последних новостях и вначале о том, что вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нелепое совпадение или неслучайная закономерность. Очередные выходные и очередной пожар в расселенном доме. В это воскресенье полыхала аварийная двухэтажка на улице Самолетной. Что происходит со служившим жильем в Оренбурге? По-соседски обманул на миллион профессиональных мошенников. Он отправился за решетку. Колодцы закатали, а с примыкающих переулков выехать невозможно на улице Лобовская. Положили новый асфальт. В Оренбургской области 21 пляж готов принять отдыхающих. Когда в субботу рабочий день, коллектив Оренбург снимает новый промо-ролик, который вы скоро увидите в эфире и готовится к селфи-конкурсу. Горе-мамаша лишена родительских прав и обязана выйти на работу. Такой приговор сегодня вынес Орочинский районный суд женщине, по вине которой насмерть замерзла двухлетняя девочка. Трагедия произошла 5 января. Ребенок был найден мертвым на снегу у дверей собственного дома. Следователи выяснили, мать девочки вела асоциальный образ жизни. Часто выпивала и не следила за своими детьми. В тот злополучный день она ушла в гости к соседке и не заметила, как вслед за ней в одной майке на улицу вышла девочка. Малышка не успевала за родительницей и решила вернуться, но дверь захлопнулась и она не смогла попасть в дом. Замерзшую малышку нашли во дворе через несколько часов. 25 июня 2018 года Сорочинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Кучаевой, которое признано виновное в совершении ублений за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и причинение смерти по неосторожности. Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на два года с одержанием 15% из заработной платы. Ранее решением суда Кучаева с супругом были ограничены в родительских правах в отношении ребенка 2012 года рождения. Ребенок был передан на попечение органам опеки и попечительства Управления образования Администрации Сорочинского городского округа. Стихийная программа самоликвидации или плановая работа, не требующая вложений, в воскресенье во второй половине дня снова загорелся расселенный дом. На этот раз на улице Самолетной. За последние полтора месяца это уже шестой пожар в аварийных зданиях. Ощущение определенной закономерности усиливается с каждым новым случаем. Эта расселенная двухэтажка загорелась около пяти часов дня в воскресенье. Четыре машины МЧС, 12 спасателей смогли ликвидировать огонь лишь в 12-м часу ночи. Сегодня здесь еще течет вода. С утра расчищают заросли рабочие из завода бурового оборудования, что неподалеку. Говорят, руководство беспокоится за пожарную безопасность. Нам просто будем сказать, что мы здесь уже должны ветки сухие, все это обрезать, убрать, чтобы территорию почище просто получать. А то уже прилегать к территории завода через забор. Ну, здесь все, бомжи у нас, вот видите, матрасы у них везде. Будем очищать здесь территорию. Там уже городские, наверное, власти окружают. Будут или гораживать, или что-то, я даже не могу сказать. Учитывая, что три расселенных дома, так же, как и этот, полыхали в выходные, случайное совпадение верится все меньше. Напомним, 20 мая, в воскресенье, загорелся расселенный дом на Цвилинга. 17 июня, тоже воскресный день, вспыхнуло пустующее здание на Карагандинской. Нарушило тенденцию пожара выходного дня ЧП в доме на Полигонной. Он сгорел в четверг, 31 мая. Были и другие пожары и внезапные обрушения неснесенных старых зданий, как, например, на Карецкой. К слову, после чрезвычайных происшествий строения убирают гораздо быстрее. Теперь дом на Самолетной. Местные жители говорят о завсегдатах этих помещений. Бродяги оборудовали здесь себе пристанище, как и в остальных расселенных домах. Их, по традиции, и винят в происходящем. Добавим, напротив стоит полуразрушенное строение. Не исключено, что следующим в списке сгоревших может стать именно оно. Проблема пустующих, но не снесенных домов назрела после того, как в регионе была реализована программа по расселению ветких и аварийных зданий. Их насчитывается больше 250 в Оренбурге. В администрации говорят, на их разбор денег нет. На охрану помещений, несущих в себе опасность для горожан, депутаты Горсовета на прошлой неделе выделили 2 миллиона рублей. Сценарием с выжиганием ненужных строений прогнозировали наши эксперты за несколько месяцев до череды пожаров. А идею городминистрации продавать участки с расселенными зданиями бизнесменам, чтобы решить проблему со сносом, называли не самой удачной. Мне кажется, бизнесмены просто ожидают, что рано или поздно это место освободится, им нужен чистый участок, чтобы возвести очередное офисное здание или элитное жилье. И рано или поздно это произойдет. Добавим, прокуратурой завершена проверка по факту пожара в оселенном доме на Цвилинга. Ведомство настаивает на возбуждении уголовного дела о халатности служащих городской администрации, которая привела к повреждению имущества горожан, живущих по соседству с пустующим помещением. Как сообщается на сайте областной прокуратуры, должностные лица мэрии не приняли своевременных мер к расселению из вареного дома в центре. Материалы направлены в Следственный комитет. Вырастет сразу на 1000 рублей. Средняя пенсия за год увеличится именно на такую сумму и далее будет расти, поясняет суть пенсионной реформы федеральные чиновники. Глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Известием» заявляет, что и опасения по поводу отсутствия работы для людей возраста 60-65 лет напрасны, а не конкурентны на рынке труда. Главная цель повышения пенсионного возраста – увеличение пенсии нынешних и будущих пенсионеров. По-прежнему твердят в правительстве и пытаются нивелировать недовольство россиян по поводу повышения возрастной планки для выхода на пенсию. В 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера должна составить в среднем 1 тысячу рублей. Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше. К концу этого года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тысяч 414 рублей. Прибавка на 1 тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тысяч 400 рублей. Можно предположить, что к 2034 году средняя пенсия превысит 30 тысяч рублей. Ежегодно правительство с учетом инфляции индексирует начисления по старости. При этом цены на продукты растут, повышаются тарифы на услуги ЖКХ. И уровень жизни пенсионеров при этом не меняется лишь в худшую сторону. Сегодня экономисты, анализируя рынок, зафиксировали рекордный за три года скачок цен производителей в месячном выражении. Скачок цен на бензин создает риск ускорения потребительской инфляции. На фоне бензиновых скачков доходы населения в мае резко упали сразу на 9% по отношению к предыдущему месяцу. Верит ли оренбуржцы, что с учетом нововведений будут получать пенсию, на которую смогут достойно жить? С этим вопросом мы вышли на центральную улицу города. Да нет, у нас обычно как у нас, если подняли пенсию, значит все остальное, тут же автоматически начинают все цены расти. Так что, если прибавят пенсию, значит все цены поднимутся. С трудом верится, потому что у нас тут каждый год что-то все новое, новое. Ну так далеко, я думаю, заглядывать очень тяжело. В принципе, сколько будет такая инфляция, будет какой уровень жизни, и что это 30 тысяч будет себя представлять через 15 лет. Тяжело вообще сказать. Смотрите, с прибавлением пенсии прибавляют же и на продукты питания, на коммунальные услуги. Я думаю, тоже так же хватать не будет. Если вот сейчас, может быть, и хватило бы. Но с нашими 8 тысяч, которые пенсию получают наши мамы, конечно, не хватит ни на что. Вранье. Самое натуральное вранье. Гнать это правительство пинком под зад. Только я так скажу. Сейчас уже вся страна гудит, как улей. Но это бесполезно все равно. И к другим новостям. Суд начал рассматривать дело Марины Дмитриевой. Экс-сотрудниц у Министерства культуры обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки. Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия длилось более года. По версии следствия, Марина Дмитриева получила взятку в виде кирпича, которого хватило построить сарай. Стоимость встроим материалов составила 66 тысяч рублей. Известно, деньги за облицовочный кирпич Марина Дмитриева заплатила. Однако следствие хватило материалов, чтобы возбудить уголовное дело. Свою вину экс-сотрудница Минкульта не признает. А по версии депутата законодательного собрания Владимира Фролова, уголовное дело связано с тем, что Марина Дмитриева не согласовала строительство здания ФСБ на набережной, чем, по мнению депутата, разгневала силовиков. По этим статьям Дмитриевой грозит до 8 лет лишения свободы. И вот почему-то вспоминаются дела, за которыми мы следили. За последнее время это далеко не единственное такое дело. Например, дело министра Пивунова, в котором фигурировали куда большие суммы ущерба. Или экс-депутата Зак Собана Сыбулина, который мошенническим путем получил 10 миллионов рублей. Оба сейчас на свободе, а делались легким испугом. На могилах десантников появляются обелиски. И сегодня в новой газете опубликовали материал Ирины Тумаковой. Журналистка одна из первых в 2014 году рассказала о безымянных могилах на кладбищах Пскова, которые, по ее данным, и рассказали всему миру, что на Украине воюют кадровые военные. В их числе бойцы элитной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Спустя 4 года Ирина Тумакова вернулась посмотреть, как выглядят могилы, от которых открещивались и военные, и родственники. Сейчас, пишет Ирина Тумакова, кладбище в деревне Выбуты под Псковом изменилось. Тогда свежие безымянные могилы были будто вынесены за ограду по ГОСТу. Люди в камуфляже и голубых беретах снимали с крестов таблички с именами и датами, а с траурных венков срывали ленты. Газета публикует комментарий генерала Владимира Шаманова. Сейчас он депутат Госдумы от нашей области. В нашей десантно-штурмовой бригаде все живы и здоровы. Информацию о гибели российских десантников под Луганском в августе 2014 года первыми выдали украинские соцсети. Министерство обороны это яростно опровергало. Псковский депутат-яблочник Лев Шлозберг направил тогда запрос главному военному прокурору Сергею Фридинскому. И стали известны имена 20 военнослужащих, проходящих службу в войсковых частях, дислоцированных на территории Псковской области, погибших вне мест постоянной дислокации. Сейчас журналист увидела на местах прежних песчаных холмиков монументальные стеллы из черного гранита с вычурной гравировкой, имена, даты, портреты в полный рост, стихи, символика десанта. Словно больше никто ничего не скрывает. Но близкие до сих пор не хотят говорить о том, где и почему погибли их мужья, сыновья и отцы. И, как пишет Ирина Тумакова, с осени 2014-го власть поменяла тактику. Из кадровых военных стали формировать так называемые вооруженные силы ДНР и ЛНР и казачьи воинские части, защищающие Новороссию. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Сразу после нее продолжим. Не переключайтесь. И мы продолжаем. И вначале коротко о том, что вы увидите во второй части программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мегаторг будет закрыт до устранения всех нарушений. Такое решение вынес сегодня Держинский районный суд. Напомним, 31 мая деятельность торгового комплекса на проспекте Держинского приостановили. Он не прошел проверку на соответствие правилам пожарной безопасности. Мегаторг, как и в другие торговые центры, проверяющие нагрянули после трагедии в Кемерово. Из-за проблем с пожарной безопасностью работу комплекса приостановили. Обнаружено было 9 нарушений, которые нужно было устранить. Как сообщили в прокуратуре, сделать это полностью собственнику здания не удалось. Так до сих пор не установлена автоматическая система пожаротушения. Площадь здания составляет 12,5 тысяч квадратных метров, а это превышает допустимую норму. И должна либо разделяться противопожарными перегородками, или же нужно выполнить специальные технические условия, и новый проект эксперты должны одобрить. Сроки приостановления деятельности не указаны. Представитель мегаторга заявил, что, скорее всего, они смогут выполнить требования не раньше ноября. Напомним, в здании большую часть площадей занимают мебельные салоны. Также есть точки по продаже одежды, обуви, бытовой техники и продуктов питания. По-соседски обманул на миллион. Промышленный районный суд Оренбурга сегодня вновь отправил мошенника-рецидивиста на тюремные нары. Тактику комбинатора 21 века узнал Александр Криволапов. Он специалист высшего класса. Что так вот, все, кто меня знает, все поражаются, как удалось отдать такую сумму. Да я еще и своих друзей, подруг туда подключила. Так потерпевшие отзываются о криминально-профессиональных навыках комбинатора. Мужчина уже успел отсидеть по статье «Мошенничество» еще в 2009 году, но криминальный промысел не бросил. 35-летний мужчина, представляясь другом банкира, предлагал льготные кредиты даже своим соседям. Обманывал потерпевшим, сообщая недостоверные сведения о наличии у него возможности оформить льготный кредит через знакомых работников по ОСБР Банк России, хотя на самом деле таких знакомых у него не было. Мы живем в одном подъезде на протяжении 10 лет. В таком элитном доме живут, живут нормально. И когда я попала в такую ситуацию, «Арентекс» сгорела, фабрика, с которой я много лет занималась бизнесом, и у меня остались кредиты. Реальные потерпевшие есть, а вот уголовного дела могло бы и не быть. Потребовалась настойчивость прокурора. Сотрудники полиции отказывали в возбуждении уголовного дела, указывая на то, что между потерпевшей и Цыганковым сложились гражданско-правовые отношения. Тем не менее, уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере успешно дошло до суда. По приговору предприимчивый сосед отправится в колонию строгого режима на 5 лет. Будет обязан выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, подсудимый должен вернуть четырем потерпевшим 1 миллион рублей. Правда, жертва обмана в это слабо верит. Он очень много должен находиться иски у судебных приставок, где он не отдает, у него ничего нет. Я не верю, что он меня вернет. А возвращать все же придется. В противном случае рассчитывать на условное досрочное освобождение не стоит. До суда главный фигуран дела был под домашним арестом. Наручники отделили в зале суда. До вступления приговора в законную силу местом жизни, то подсудимым станет следственный изолятор. Видимо, имея богатый криминальный опыт, именно поэтому на судебное заседание мужчина пришел не в парадном костюме, а сразу в комфортной одежде. Ушел по собственному желанию в мэрии. Кадровые изменения Евгений Арапов подписал распоряжение об увольнении Марселя Серзидинова с должности начальника управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Выпускник Оренбургской зенитки, полковник МЧС Марсель Мансурович на должности главного городского спасателя работал 12 лет. Освободил пост по своему желанию, уточняет пресс-служба мэрии. Исполняющим обязанности начальник управления ГВЧС назначен Сергей Яковлев, который ранее был заместителем Марселя Серзидинова. Долгожданный ремонт прошел, но жители новому асфальту не рады на улице. Лобовская, наконец, обновили дорогу, хотя асфальт и вторичный, но ямы у хабов больше нет. Да и в дождь с пешеходом не приходится месить грязь. Но появилась новая проблема, не менее серьезная. Выехать из прилегающих переулков или домов на проезжую часть стало довольно проблематично. Зачем вот так делать, издеваться над нами? Хорошее дело сделали. Ну, не по-человечески, понимаете? Вообще идиотизм, конечно, как мы живем. Это реакция людей на новый асфальт, который появился на улице Лобовской на прошлой неделе. Говорят, что сначала радовались, ведь проезжая часть была в очень плохом состоянии. Сейчас появились другие проблемы. Ну и чтобы не быть голословными, мы решились на такой эксперимент на рабочей машине допросить нас, наш директор. Вот мы все наглядно показали, как автомобилисту, что ему приходится испытывать для того, чтобы съехать, допустим, с этой улицы на переулок. Переезд через эту дорогу больше придется по нраву любителям оффроуда. Но никак не владельцам обычных легковых автомобилей. Каким бы ни был водитель, он обязательно зацепит бампером, а то и днищем машины. Высоко слишком подняли ее тут. И съезды не сделали нормальные. Если бы по ложе были съезды, то еще ничего. Вот как я буду съезжать здесь? Я прямо с этим мастером говорил, нам сказали. Проезжаете как? Получается по газону? По газону езди, да. Очевидно, что со временем проблемы сгладятся. В прямом смысле сами машины укатают спуски и сделают их более пологими. Но как быть с коммуникациями? Под асфальтом остались колодцы и ливневки. Вот видите, надпись на это? Да, да, да. Вот сюда метр. Вот здесь колодец. То есть вот мы сейчас стоим на колодце? Да, вот на колодце стоим, да. Вот. Они закатали его. Закатали. Случится что-нибудь, это водоканал, это приедет, это с нас будет требует. Засыпали эти вот трубы, это ливневые. Вода ливневая бежит, ну, это надо все вырвать, все выкапывать, все это, чтобы проходило. Иначе, блин, вода затормозится, может затопить нас. Весна, допустим, или даже дождь сильный, и все, вода пошла. Конечно, ну мы же ниже. Так у нас мало того, что у нас канализация ниже, у нас в доме вода. И еще один нюанс, который больше беспокоит пешеходов. Тротуаров, видимо, здесь не предусмотрено. А после того, как проезжую часть отремонтировали, увеличилась и скорость автомобилей, что совсем не радует пешеходов. Как выяснилось, дорожные работы проводятся здесь в рамках депутатских наказов. Депутат от этого округа Сергей Молчанов. Его помощник заверила, что сделано далеко не все, впереди еще предстоит работа. И добавила, что для жителей улицы все неудобства временные. Ремонтные работы начались 20 июля. С вами работа, они состоят из четырех этапов. Первый этап – это выравнивание автодрейдерам, что, в принципе, было сделано на улице Лобовская. Второй этап – это укладка. Прежде чем сверху класть асфальт, который третий этап, нужно, чтобы он хотя бы полежал около недели. Второй этап – это уже отсыпка обочины и средства, что, в принципе, будет сделано в дальнейшем. Купальный сезон можно считать открытым, но не все пляжи готовы принять отдыхающих. В Оренбургской области более чем в 20 территориях для отдыха провели проверку. Большинство из них получили разрешение на работу. Список совсем недавно пополнил популярный у туристов курорт Солилецк. Шесть пляжей на озерах Солилецка пригодны для купания. Безопасными призваны главный городской пляж в Оренбурге в районе пешеходного моста – пляж парк «Отель Нежинка» Радуга Майорка. По заключению специалистов, обустроенные места для отдыха есть в Ясном, Домбаровке, Гай, также некоторых детских лагерях области. Напомню, что по закону к эксплуатации допускается пляж, оборудованный постом спасателями, мазками для схода в воду, дубыками, средствами для оказания первой помощи и информационными стендами. Водолазы обязательно должны исследовать дно. Еще не готовы к тому, чтобы отдыхающие могли купаться пляжи в экстрим-парке и волна. Сфотографироваться, чтобы увидел весь город. Городская администрация объявила конкурс на лучшие селфи. Приурочен акцией к предстоящему празднованию Дня города. В субботу в 9 утра мы с коллегами, вооружившись селфи-палкой, гаджетами собрались в парке Перовского. Заодно сняли промо-ролик, который вы совсем скоро увидите в нашем эфире. Смотрите, как это было. Команда ОренТВ также решила принять участие в конкурсе и выбрали место не случайно. Памятник собаке говорит о том, что наши новости вы можете видеть не только по телевизору, но и в интернете, на нашем YouTube-канале ОренТВ онлайн, а также в социальных сетях ОренТВ онлайн. Я думаю, что мы победим, хоть это и нескромно звучит. Я думаю, что, во всяком случае, если это будет голосование, какой-то процент наших зрителей, наверное, все-таки этот голос. Но хотелось бы в это верить. Я, может быть, впервые делал селфи. Что мы неправильно делали, а что правильно? Ну, в принципе, все делали. Самое главное, фотография, мне кажется, композиция. А не просто там, да, чтобы был портрет. Ну, а ты посмотрела уже такие рабочие материалы? Да, посмотрела, мне кажется, все отлично. Да, все отлично, мне кажется. Замечательно. Сегодня, во-первых, прекрасное утро, хорошая очень погода. Я думаю, что вообще пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, это тоже очень здорово. Лучше бы тут, но спать. Сейчас мы здесь где-нибудь, наверное, устроимся. Нет, на самом деле, я получила определенное удовольствие. Как считаете, получилось у нас все? Посмотрим, если будем размещены где-нибудь. С нашим энтузиазмом. С нашим подходом. Будет обидно, конечно. Любовью к делу. Орен ТВ. Орен ТВ. Орен ТВ. В конкурсе на лучшие селфи Оренбург и Томы могут принять участие абсолютно все желающие. Главное, фото нужно сделать в узнаваемом месте города, а затем отправить его до 10 июля на почту портала администрации города. Снимки будут выкладываться в открытом доступе, и все мы будем за них голосовать в социальных сетях. По итогам голосования лучшие фотографии будут размещены на баннерах города. В жару с мечтами о воде живут жители многоэтажки по улице Мира. Заботливые горожане беспокоятся о сохранности кошельков своих земляков, а некоторые готовы облегчить жизнь, вернуть документы. Все подробности в рубрике «Дежурный корреспондент». Вода то есть, то ее нет. Но чаще второй вариант. Так о своих условиях проживания рассказывают жители 12-го дома по улице Мира. В многоэтажке только холодная вода. Из-за того, что напор очень слабый, газовые колонки даже не зажигаются. Мы с людям вынуждены ночью, иногда и вовсе остаются без элементарных гигиенических процедур. При этом жители не бездействовали, они обратились во все инстанции, но воды в кранах больше не стало. Управляющие компании «Южный», которые обслуживают этот дом, отметили, что знают о сложностях жителей, но вся проблема в насосной станции. Она на территории военной части и идет долгий процесс передачи ее на баланс города. Как только передадут, наладит и работу станции. В городской администрации добавили, что документы уже на оформлении, но есть ДОП-соглашение с водоканалом и электросетями для бесперебойного обслуживания населения. И почему сейчас в людей нет напора воды, в мэрии сегодня удивились. По всем инстанциям теперь сами выясняют причину неполадок. Пенсионеры, будьте бдительны и осторожны. С таким призывом обратилась в редакцию Наталья. Женщина рассказала, что ее пожилая мама стала очередной жертвой предприимчивых людей. Два парня, представившись сотрудниками социальной службы, продали пенсионерке, якобы со скидкой и по льготе, датчик задымления за 3 тысячи рублей, который в магазине стоит не больше 500. Поэтому Наталья просит пожилых людей не быть такими доверчивыми. Наступила пора вступительных экзаменах, и наверняка аттестат понадобится Александру Луценко. Его документ об окончании школы был найден на территории автовокзала. Добрые люди отнесли его к дежурному железнодорожному вокзалу, так как он работает круглосуточно. Так что Александру Луценко достаточно прийти с паспортом и вернуть свой аттестат зрелости. Порадовать можем и Богданова Максима Александровича 1998 года рождения. Ему тоже не надо восстанавливать документ. Паспорт на его имя был найден возле 9-й школы по улице Сергея Лозо. Ольга Петровна, которая нашла документ, ждет его звонка. Телефон есть в редакции. Нам важно знать, что происходит у вас, так что делитесь своими новостями, звоните на номер дежурного корреспондента. На этом у нас пока вся информация. Свою работу мы продолжим в 23 часа. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok